Библейский портал экзегет.ру представляет Книга «Исход», 9 глава, перевод российского библейского общества. Читаю для библейского портала «Экзегет». Ну вот «Египетские казни». Ну, в общем, такая часть этой книги, которую как-то читать неинтересна. Ну, правда, у чего у них всё плохо так? И какая-то есть в этом несправедливость. Ну, фараон упрямится, ладно, но наказывал бы бог фараона. За что страдают все египтяне? Что за коллективная ответственность? Ну, как в армии один попался в самоволке, в увольнение вся рота не идёт. Почему? Разве это бог справедлив вот в этом отношении? Ну, давайте мы вернёмся к этому вопросу. А пока просто большой кусок этих казней, которые в 9 главе. «Господь велел Моисею, иди к фараону, скажи ему, Господь, Бог евреев, говорит, отпусти мой народ совершить служение мне. А если не отпустишь, если будешь их удерживать, то нависит твой скот в поле на лошади, а слов у верблюдов на коров, овец и коз. Обрушится рука Господня, начнётся страшный мор. А скот сынов Израилева Господь пощадит. Не то, что скот египтян. У сынов Израилевых ни одно животное не падёт. Это Господь назначил срок завтра. Господь так сделает по всей стране. Ещё и животных, между прочим. Ну, а в чём лошадки, коровки виновны, да? Они вообще здесь ни при чём. Почему они разделяют судьбу? Даже не фараона. Не сказать, что фараону-то пока ничего не сделалось. Он и так живёт неплохо. Что, опять вот эта вечная история, когда дерутся паны, а у холопов чубы трещат, да? Моисей с фараоном ругаются, а Бог наказывает простых египтян и невидных животных. Запомним этот вопрос, мы вернёмся к нему. Так и сделал Господь на следующий день. У египтян пал весь скот, а у сынов Израилевых ни одно животное не пало. Запомните, у египтян пал весь скот, и к этому мы вернёмся. Фараон послал проверить, и в самом деле ни одно животное не пало у сынов Израилевых. Но фараон по-прежнему упрямился, не отпускал сынов Израилевых. Ну и, конечно, фараон просто поражает меня. Вот, ну, нет бы ему уже сообразить, но это не первая казнь, это пятая, между прочим, да? А будет ещё шестая, седьмая. Ну, можно же понять, что никакой выгоды он не получает от присутствия израильтян в своей стране. Ну, текст вот какой-то несуразный. Вернёмся, вернёмся. Господь велел Моисею Арона, наберите по пригоршне золы из печи, и пусть Моисей на глазах у фараона бросит эту золу к небу, чтобы она развилась над всем Египтом. И тогда по всему Египту и у людей, и у скота на коже появятся гнойные нарывы. И у скота? А скот весь пал у египтян. При увеличении. Бывает такое, что мы говорим, весь скот пал, да, или там все деньги потратил. Ну, не все же деньги в мире, даже не все какие были. Просто много потратил. Моисея Арона набрали по пригоршне золы из печи и предстали пред фараоном. Бросил Моисей золу к небу, и тут же у людей и у скота появились на коже гнойные нарывы. Маги больше не могли состязаться с Моисеем, они сами покрылись нарывами, как и все египтяне. Помните, там в предыдущих казнях маги, как правило, пытались повторить, сам самоусугубляя бедствия для своего народа. Вот уж точно, дерутся вожди, а простой народ страдает, да? Но Господь заставил фараона упорствовать. И вот это я не понимаю. Говорится, то фараон упрямился, то Господь заставил фараона упорствовать, да? Так кто виноват? Если Господь заставил, то наказывать даже и фараона нельзя, потому что Господь его просто использует как инструмент, да? За что же бить молоток, которым он гвозди забивает? Молоток исполняет его волю. А если фараон сам упрямится, то при чем здесь тогда Господь? И это запомним. Но Господь заставил фараона упорствовать, и тот все не слушался, как и предсказывал Моисею Господь. «Господь велел Моисею, завтра рано утром вновь предстань пред фараоном и скажи ему, Господь, Бог евреев, говорит, отпусти мой народ совершить служение мне. На этот раз я покараю тебя и твоих вельмож и весь твой народ самыми страшными карами, чтобы ты понял, что нет на земле никого мне подобного. Если бы я простер свою руку и поразил тебя и твой народ чумой, вы исчезли бы с лица земли. Но я оставляю тебя в живых, чтобы явить себе мою мощь и имя мое сделать известным по всей земле». О, как интересно, это уже некоторая отгадка. То есть это не такой баланс, приход, расход. Вот фараон заупрямился, его наказали, выровнялся, ноль баланс. А Господь совершает нечто, чтобы явить свою мощь. Потому что Египет могучее государство, империя, и египтяне на израильтян смотрят, как на каких-то провинциалов, своих рабов. Оказывается, у них Бог такой могучий, что Египет ничего с ним не может сделать. «Ты все еще превозносишься над моим народом, не хочешь его отпустить завтра, в этот же час? Я оброшу на Египет такой страшный град, какого не бывало с тех пор, как стоит Египет. Введи свои стада под кров, укрой все, что находится под открытым небом». А вот, кстати, проверка. Есть подсказка, как справиться с проблемой. «А те люди из код, что останутся под открытым небом и не спрячутся под кров, будут насмерть побиты градом. Те из фраоновых вельмож, кто испугался слов Господа, спрятали своих рабов и скот под кров. А те, кто не обратил внимания на слова Господа, оставили рабов и скот под открытым небом». Вот смотрите, то есть упрямство касается египтян целиком. Не говорится, что только фраон об этом знал. Те, кто не обратил внимания, значит, это было известно. То есть, смотрите, народ в каком-то смысле разделяет ответственность с правителем. Почему? А народ позволяет все это с собой проделывать. И даже там, ну ладно, допустим, народ не может свергнуть фараона. Или заставить его послушать Моисею. Народ может сам, вот лично в своем каком-то хозяйстве, спрятать скот под крышу. Может, но не делает этого. То есть, это настроение общее, что Господь — это никто. У нас тут свои боги, у нас тут все свое. Мы — великий, могучий Египет. Господь велел Моисея, воздень руки к небу, и на землю египетской обрушится град. Он побьет по всему Египту и людей, и скот, опять, кстати, скот, который у нас уже погиб, и который опять страдает, и траву. Простер Моисея посох к небу, и Господь послал на землю гром, и град, и молния. На всю страну египетскую Господь обрушил град. Падал град, молнии сверкали. Такого сильного града еще не видел народ египетский. По всему Египту град побил все, что было под открытым небом. И скот, и траву, и даже деревья поломал. Только в земле Гоша не было града, там жили сыны Израилева. Ну вот, кажется, фараон начинает что-то понимать. Фараон позвал Моисея, а ровно и сказал им, я виноват, Господь прав, я и мой народ, мы не правы, я и мой народ. То есть народ в этом соучаствовал, оказывается. И, к сожалению, в нашем мире устроено так, что домашние животные страдают с людьми, это правда. Не хотелось бы, но они разделяют участь своих хозяев, они от нас зависят. Они наши заложники. Простите Господа, довольны уже этого страшного грома и града, я вас отпускаю, идите. Ура, хэппи-энд? Не совсем. Моисея ответил ему, когда я выйду из города, я воздяну руки Господа, и тут же гром стихнет, и град прекратится. Это чтобы ты знал, что хозяин земли Господь. Я вижу, что и ты, и твои вельможи, вы все еще не боитесь Господа Бога. Львы на ячмень были побиты градом, потому что ячмень уже колосился, а лен свел. Но полбы и пшеницы не пострадали, это поздние злаки. То есть, смотрите, можно прожить. Ну да, без львы на ячменя плохо, ячменя, простите. Но пшеницы и полбы все-таки совсем голодными они не останутся, да, эти египтяне. Оставил Моисея фраона, вышел из города, воздел руки Господу, и тут же гром и град прекратились, и прекратил лить дождь. Но едва фраон увидел, что дождь, град и гром прекратились, он вновь принял себя за свое, снова стал упрямиться вместе со своими вельможами. Ну, как такой ребенок капризный, да, которого, когда наказывают, он кричит, я больше не буду, а как только его перестает наказывать, он заново бежит то же самое делать. По-прежнему порстал фраон, не отпустил он сынов Израилевых, как и предсказывал Господь через Моисея. Вот теперь давайте вернемся к этим вопросам. Мы дочитали главу, значит, уже стало понятно, почему солидарная ответственность, я надеюсь, хотя бы отчасти это стало понятно, и почему, собственно говоря, Господь наказывает фраона за то, что сам его надоумил сопротивляться. Ну, мы об этом уже говорили, я, может быть, просто повторю мысли. Смотрите, здесь не случайно такие перебивки, фраон не хотел, Господь сделал так, что фраон не хотел, да. На самом деле, конечно, здесь такое содействие человека и Бога. Только содействие мы обычно понимаем в положительном смысле. Бог и человек трудятся вместе над чем-то прекрасным. Но ведь может быть так, что человек добивается чего-то своего, а Господь ему говорит, да ладно, пусть будет по-твоему. Да, он позволяет, чтобы это состоялось. И оборачивает это, как мы видели не раз, в книге Бытия, которую мы уже читали, оборачивает вот эти человеческие страсти к своему замыслу. Его замысел состоит в том, чтобы показать израильтянам, показать египтянам, что он действительно Господь. Ну вот, а если бы все было легко, если бы вот взяли израильтяне и ушли из Египта, может быть, они бы не поняли, что Господь это действительно их Бог. Может быть, так бы вот они и понимали, ну, у нас был фараон хороший такой, вот, отпустил нас даже, что бы нам к нему не вернуться-то, он же сочувствует нашему делу. Вот мы не против принести жертву, а потом обратно уйти в Египет. То есть, чтобы человек разорвался своим прошлым, вот со своим рабским положением, понимаете, рабу очень трудно стать свободным. Не только потому, что хозяин с плеткой стоит, а потому, что он внутри себя раб. Вот это поколение, которое выросло рабами, которые кроме этой плетки ничего не понимают. И вдруг они видят, что у Бога плетка покруче, чем у фараона, да? И что можно быть не только теми, кого наказывают и кем управляют, а можно быть теми, кого спасает Бог, да? Но пока они еще этого не могут понять в какой-то более сложной такой конфигурации, для них нужно, чтобы плетка была еще мощнее, чем у фараона. И вот она действительно многократно свистит. И мы видим еще одну интересную вещь, что нельзя этот текст понимать абсолютно буквально, ну, потому что в этой главе скот у нас уже один раз погиб, а потом еще несколько раз пострадал, да? И следующий тоже пострадает. Значит, весь скот — это не весь скот, это просто много скота. И может быть, в описании этих бедствий действительно есть какое-то преувеличение не только в том, что касается всего скота. Это описание того, как вот все идет не по сценарию фараона и египтяна. Ну, в 10 главе это все продолжится. Субтитры создавал DimaTorzok